Друзья, я еду отдыхать на Брославские озера. Еду на Брославские озера, буду там купаться, загорать. И в Брославе тоже погуляю, люблю я летом так вот отдыхать. Находятся эти озера на северо-западе Беларуси, возле границы с Литвой и Латвией. И это территория национального парка. Она включает в себя десятки водоемов Брославской гряды. Многие из Брославских озер соединяются небольшими речушками и короткими протоками. Но территория национального парка это не только озера, но и болота, торфяники, поймы рек, леса, луга. Места здесь действительно живописные и красивые. И весь этот ландшафт, как утверждают ученые, сформировал древний ледник. А самое глубокое озеро здесь достигает 40 метров в глубину. На территории национального парка оборудовано около 50 кемпингов и туристических стоянок. Есть несколько турбаз. И я собираюсь остановиться на одной из таких стоянок. А называется она Перетяг. По пути в Брослав дорога проходит через деревню Видзе. А деревня эта знаменита своим костелом. Костел Рождества Девы Марии. Стиль костела не аготика. И это второй по высоте костел в Беларуси. Высота его 59 метров. Выше только костел в Гервятах. Год постройки 1914. И первое место на Брославщине, в которое я приехал, это гора Маяк. Ну, как гора. Беларусь это равнинная территория. И небольшие холмы воспринимаются как гора. А как я уже сказал ранее, над ландшафтом этой местности потрудился ледник, который оставил после себя в том числе и возвышенности. На одной из них на берегу озер Струсна и Снуды оборудовали смотровую площадку. По деревянной лестнице я и пошел к вершине горы Маяк. Почему она называется Маяк? В начале 20 века геодезисты поставили на вершине холма свою вышку, которую местные жители и окрестили Маяком. А в цифрах это выглядит так. Абсолютная высота горы составляет 174 метра над уровнем моря, а относительно озер Струсна и Снуды ее высота 45 метров. Для равнинной Беларуси это немало. Наверху этого холма есть смотровая башня, смотровая беседка, которая пониже башни и качели-скамейки. Отсюда открываются исключительные по живописности и великолепию природные ландшафты и озерные глади с многочисленными островами. На мой взгляд, это лучшая обзорная площадка Национального парка Брославские озера. Национального парка Брославского Национального парка Брославского Насладившись этими красотами, я спускаюсь к машине и следующее место, куда я поеду, это туристическая стоянка Перетяг, где и планирую заночевать. Дорожный указатель говорит, что ехать к стоянке мне надо по этой дороге. Добравшись до стоянки, я увидел, что все оборудованные места на стоянке забиты отдыхающими под завязку и пришлось ставить палатку где-то рядом. И таких, как я, оказалось много. И это неудивительно, так как две недели стоит 30 градусная жара, а сейчас середина лета. Но как раз в этот день вечером неизвестно, откуда пришла гроза с сильным ливнем, после которого уже ночью мы пошли искупаться и проводить спирсоуходящую куда-то грозу. Эта туристическая стоянка находится в интересном месте. На границе двух озер Снуды и Струста есть остров. Ну, точнее, полуостров, который соединен с большой землей перешейком. Ширина этого перешейка от 80 до 100 метров. На этом перешейке и находится эта стоянка. Покупался на одном озере 100 метров, прошел и вот оно другое озеро. Сейчас вы видите озеро Снуды. Вода очень чистая и прозрачная, а глубины ближе к месту стоянки небольшие. Это видно по растительности на воде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Отдохнув и переночевав в этом интересном и колоритном месте, на следующий день я решил поехать в Браслов, заехав по пути еще на одну стоянку. На этой стоянке людей гораздо меньше, но пляж здесь практически отсутствует, да и спуск к воде оказался очень крутой. Браслов Браслов – это небольшой городок с населением около 9,5 тысяч человек. И расположен он на берегу озера Древяты. Что приятно удивило по приезду в Браслов – это городской пляж. Вода, пляж, прилегающая территория – все выглядит как хорошее курортное местечко. Много места для парковки автомобилей. Пляж широкий, песчаный, неплохо обустроенный. Вход в воду очень пологий и, чтобы добраться до глубины, надо пройтись по водичке. Но зато с детьми на такой воде самое то. Рядом с пляжем есть немало локаций, где можно сделать интересные фото на память о посещении этого городка. И это то самое место, где проходит самый масштабный музыкальный фестиваль в Беларуси – «Вива Браслов». В 2023 году зрителей на фестиваль приехало в 4 раза больше, чем население в городе Браслов. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А сейчас немного прогуляюсь по прилегающим к пляжу улочкам Браслова. А.Кулакова 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 Первые переселенцы появились в этих местах еще в 8-9 веках, а первое письменное упоминание относится к 1065 году, и уже тогда здесь стояла мощная крепость, одна из восьми защищавших границы Полоцкого княжества. А.Кулакова 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 А.Кулакова